Сегодня день краеведческих знаний. До революции в этот день Архангельск отмечал свой день рождения. После революции надолго этот день, этот праздник был забыт, но в 1995 году по инициативе работников культуры он был возобновлен, праздник наш, как день краеведческих знаний. И вот еще раз я вас поздравляю с замечательным праздником, днем краеведческих знаний. Край наш богат своими традициями, своей историей, замечательный город, первый российский порт, где стали строить корабли. Поэтому нам есть о чем рассказать в такой день. Но самое главное на нашей Архангельской земле – это люди, которые здесь живут. У нас много замечательных, интересных людей, начиная с нашего великого земляка Михаила Васильевича Ломоносова. И мы в библиотеке с удовольствием проводим встречи с такими людьми. А сейчас, дорогие друзья, я вам представлю героиню нашего сегодняшнего вечера встречи, хотя это и днем, почти что утром. Людмила Александровна Черемухина. Людмила Александровна, я вас пропущу проходить сразу на свое место. Скажу буквально два слова. Людмила Александровна Черемухина известна всему городу Архангельску по своей книге, которая вот уже три десятка лет радует нас читателей. Книга называется «Северная кухня». Людмила Александровна – заслуженный учитель Российской Федерации. Она закончила институт советской торговли в Ленинграде. Затем преподавала в Архангельском техникуме советской торговли и открывала рестораны. Не только в советское время, но и в годы перестройки. И она открывала такие рестораны, адрес которых она нам назвать не может. Потому что там собираются особые личности. Ну и это хорошо, что у нас разный народ населяет нашу Архангельскую землю и наш город Архангельск. Так вот, три десятка лет. Эту книгу можно читать как роман. Я полистала ее, зачиталась, увлеклась. Это очень-очень интересно. Какая она «Северная кухня»? Я больше не буду говорить. Людмила Александровна нам сейчас сама все расскажет и покажет. И вот начнем мы как раз с показа. Что касается книги моей. Я немножко расскажу, как создавалась книга. А потом мы уже пойдем дальше. Итак, вы видите тут два издания. Всего четыре выпущенные издания. Четвертая, вот, два года назад выпущена. Но просьбы идут и идут. Пока я не могу сказать, кто возьмется. Пока работаю над этим, но пока денег много надо. Поэтому не так все просто. Книгу собирала рецепты. Начала я просто вот заинтересовалась, когда училась в институте. Николай Иванович Ковалев. Многие книги, вы знаете, есть по русской кухне, он пишет. Очень много. Профессор. В нашем институте, Ленинградском институте советской торговли. И вот с ним общаясь, я просто вот как-то он меня заразил тем, что нужно, как он сказал, по своим областям собирать, пока ничего не утеряно. Поскольку мы Иваны, не помнящие родства. Поэтому вот он меня такую идею внес, и я стала интересоваться. Но поскольку у меня студенты, мне было полегче в том, что они у меня с области, я им давала задания, они собирали эти рецепты. Но рецепты эти, конечно, они записывали все подробно, но рецепты они были в жменьках, ложках, стаканах, чашках. Значит, нужно было, прежде чем чего-то делать, нужно было отработать это блюдо. И все вот блюда, а их сейчас более 500, все мною отработаны. То есть где-то я со студентами, где-то на мастер-классах, где-то просто сама дома отрабатывала. Но тем не менее все блюда эти отработаны. Рецепты собирала сначала просто, собирала без истории, где-то 16 лет. Так вот потихоньку, да, в течение. Где-то сама ездила, как бы в экспедицию себя, поскольку студенты жили везде, и выпускников у меня много, то я списывала с ними, они меня приглашали, и я какое-то время вот там собирала, в какой-то определенной области собирала рецепты. Вот таким образом создавалась книга. Кроме того, после отработки нужно было в книге как-то расположить. У меня создалось такое впечатление, когда я стала писать, как все книги. То есть вот идут холодные блюда, супы, закуски, супы, вторые блюда и так далее. Но потом я почти написала книгу, да, но потом вдруг поняла, что это неинтересно, нужно что-то другое. И снова стала писать. А писать нужно было ручкой, тогда не было ничего, кроме печатных машинок. А уже потом я перепечатывала. И вот таким образом снова стало все это по-другому. То есть по продуктам. Книга написана, вы видите, по продуктам. Рыбы, там грибы, овощи и так далее. Поскольку если люди готовят из рыбы что-то, значит рыбу смотрят. А если супы, супы смотрят. И вот таким образом. Когда опять написала, вдруг поняла, что неинтересно само это рецептурное, справочное. Давай искать тогда. Думаю, что мне интересно. Поскольку я преподавала северную же кухню, много материала исторического набрала. И тогда я села в библиотеки, архивы, разные книги смотрела, старые и так далее. И потихоньку вот еще история. С самого начала история идет. И у каждого раздела есть определенные исторические моменты. Мы знаем, что северяне, да и писали всегда с историей северяне, народ консервативный немножко. Сейчас более стали мы подвижны, но тогда народ уклад определенный, традиции, обычный, свято соблюдали. И поэтому новое приживалось с трудом. Но новое двигается вперед. Поэтому я не могла писать только историю. Значит, у меня были сделаны сноски. Сноски на гости с юга, например. Или правила, поскольку иногда спрашивала от определенных людей, я говорю, что бы еще хотели. Значит, вот тепловую обработку. Как правильно сохранить питательные вещества. Как правильно тепловую обработку проводить. Как механическую кулинарную обработку проходить. Тоже написала. Потом возникла такая посуда. Что такое латка? Что такое, да. Значит, кто-то уже может знать, кто-то почитал мои книги. Латка – это головка, сковорода, да, с крышкой тяжелая, такая специальная. Для русской печки было специально сделано. Но поскольку русская печка, она на севере у нас русская печь, она много функций в себе содержала. И поэтому посуду подбирали под русскую печь. Это и чугунки, и горшки, и вот латки. Глубокие, поскольку жарили редко, в основном были какие? Самые полезные пищи. Отварная, тушеная, запеченная. Жарили мало. И вот под эти блюда создавали посуду. Вот разная латка у нас только на севере. Кроме этого, там разные другие виды посуды. Написала. Потом возникли еще эти жменьки, кто-то, стаканы и так далее, как перевести в граммы, поскольку нужны граммы. Жменька у каждого разная. Значит, у одного такая, у другого больше, у третьего маленькая и так далее. Поэтому вот следующая таблица перевода этих жменьек в стаканах ложит в граммы. Таблица получилась в конце этой книги. Вот таким образом пришлось писать. Трижды переписывала. Трижды, причем это вот такие стопы у меня были, все ручки написаны. Потом уже перепечатала. То есть не так просто. Создав эту вот, написав книгу, я поехала к Николаю Ивановичу Ковалеву и попросила посмотреть, что-то может подсказать, что-то исправить и так далее. И в книге вот я здесь показала, что Николай Иванович тут написал для моей книги определенную часть, прочитав мою книгу. Похвалил, сказал, молодец, можешь дальше продолжать. Но до сих пор не остановилась, все собираю. Вот четвертое издание, оно дополнено. Там много чего дополнено. Блюда из рыбы, закуски и так далее, и так далее. Вот то, что касается книги. По книге есть вопросы? А вот конкретно, ваши любимые блюда, которые вы и в жизни готовите, и рецепты есть в книге? Ой, я одна, я все люблю, но особенно рыбу. Вот раз поделитесь с нами каким-нибудь рецептом. Такой рецепт, который редко готовят у нас на Северной, какие-то северные поморские блюда. Это треска, запеченная с творогом. Да, не все это вот сразу сознают, особенно мужчины, как это треска, творог и так далее. А почему я случайно натолкнулась на это блюдо? Мне показали, как его готовили. Но я немножко усовершенствовала. И это вот блюдо готовила Ширвинд. Ширвинд, сын. Когда снимал передачу, я мастер-класс делала для него. И вот треска запеченная с творогом, он сначала говорит, надо же, я даже такого не слыхала. Я говорю, а почему? Есть такой для космонатов приготовленный билип. Есть такой продукт, в космос отправляют. Это наша треска, запеченная с творогом, луком. Да. Значит, но они сделали ее в сухом виде. Такое все это. Но это наше блюдо. Причем это блюдо, если говорить о треске запеченной с творогом, то оно по содержанию питательных веществ, белков, жиров, углеводов, минерального состава, витаминов, идеальное блюдо. Вот какие наши предки были. Не уступают каше гречневой с молоком. Творог протирают или просто разминают. Добавляют туда соль, перец, зелень и выкладывают на дно ларки. Затем укладывают куски припущенной, слегка 5 минут припущенной рыбы. Ну, трески вот укладывают. На нее укладывают лук, слегка пассерованный, но чуть-чуть обжаренный, без цвета. То есть мягкий просто. Лук укладывают, растительное масло и запекают. В печи оно не столько запеченное, сколько будет тушеное. Трудно даже подобрать, если в русской печи. А прочее порционное, это на сковородках делают. Или в такой специальной бельминной можно посудить, если есть сковородочка из керамики. Вот таким образом блюдо попробуйте, сделайте. Я думаю, что понравится. Потому что все, кто пробовали, все вкус, отметили, сказали, очень вкусно. А в книге есть? Есть, есть, есть. А какой творог должен быть? Мягкий, домашний. В пяти, в пяти пожирности. Без разницы. Но не сухой, не обезжиренный. Надо обязательно, там, не пять, девять процентов, там, больше. Такое лучше. И так вот это было. Теперь, что касается, я немножко по истории пройдусь. Значит, что касается исторического. Вот мне было интересно, в каком плане. Раньше треску, вот, бабушка моя, еще, значит, когда жива была, она треску соленую заливала кипятком пять минут и все. И треска беленькая, вкусная, хорошая. Оно, если нашу треску, которую сейчас сто лет сделать, то это ничего хорошего нет. Там надо вымачивать ее. Значит, я заинтересовалась и думаю, почему же вот раньше так делали. И оказалось, что солили рыбу в старые времена голландской солью. Соль эта крупная, морская. Привозили ее из Голландии. Она защищала от паразитов всяких, поверхность, да, то есть ее. Но она не проходила вовнутрь. То есть кожа препятствовала. Вот, и поэтому чуть-чуть только слой просаливался под этой кожей. Поэтому заливали кипятком из самовара, растительное масло, любое другое масло, да, картошка и вкусно. Вот это блюдо обычно называли лабардан. Да. Лабардан, да. Да, да, из самовара заливали. Но я тоже делала... Это тоже рыба, вот вымоченная, или с картошкой вот это блюдо? Лабардан. Вымачивать не надо. Ну, заливать. Залибает кипятком, подержит 5 минут под крышечкой, и все нужно есть. Это есть лабардан. Да. Получила название вот лабарданок соли. Вот это я взговариваю. Людмила Александровна, а вот сейчас многие делают заготовки впрок. Вот какие ваши советы по заготовкам? Кто что ведь любит. А вот какие вопросы у нас у публики есть? У наших читателей. Капусту кто-то солит? Да. Кому что интересно. Давайте расскажу вам про капусту. Капуста провансаль. Наша северная. На севере это делают. Значит, это качан капусты. Нарезали на 4 части. Вырезая кочерыжку. Значит, заливали горячей водой, охлаждали, добавляли корочки ржаного хлеба туда. Можно было добавить там укроп, что хотели там еще. Немножко сахара. Значит, ну, естественно, рассолдок. Вот, соль, сахар. И за 2-3 дня капуста была готова. То есть для... И сохраняла все питательные вещества. И варить не надо, ничего не надо. Ошпаривать тут не надо уже. Все. И таким образом для салатов идеальная капуста. Хрустящая. Заливать кипятком надо? Да. Кипяток или горячая вода. Ну, где-то градусов 90-80 можно. И корочки хлеба. Вот это один из способов. То есть не менять воду? Не менять воду. В эту же воду добавляем корочки хлеба. Да, да, да. Горячая вода. Но соль, сахар перед этим добавить нужно. Кто еще? Я, например, лавровый лист немножко добавляю. Одну штучку гвоздики. Чтобы это для салатов можно добавить. Но это уже по вкусу кто-чего. Качество капусты самое важное? Качество капусты, да. Надо обязательно нашу северную. Не южная. Южная очень плотная. И такой вкус не получается. А вот наша капуста, да, она более рыхлая. И вот эту капусту таким образом. А хлеба-то много ли на один качан? Это хлеб или сухари? Сухари. А, сухари. Корочки. Корочки. Корочки черного хлеба. Да, ну как, полубуханки. Полубуханки. Да, полубуханки нарезать на сухарики, да, в смысле поджарить. Немножко корочки такие, чуть-чуть подсушить и вот добавить. На трехлитровую, обычно, три литра, так вот, я делаю посудник такой специально есть. Но можно просто в банке, пожалуйста. Получается очень вкусная капуста. Потом можно клюху, бруснику, чего угодно, яблоки. Ну, салат. И так ее хранить в этой банке, да? Да. Да, да. Но она быстро съедается, если вот три литра. А сколько надо держать воде-то? Остынет, чтобы остыло. А, чтобы остыло и можно есть. Да, да, и уже можно есть. Так она на четыре части качан. То есть крупными такими банками закладывать? Да, да, да. Вырезать качелышку. Вот, пожалуйста, это вот у нас на севере так делали. Один этот капусты. Так, теперь... Нормание только не северное. По-провансански-то, да, да. В Франции. Так у нас же столько здесь делали немцев, голландцев и так далее. По-провански. Вот это с того времени. Да, да, да. Вот, это один вариант консервирования. Что еще? По капусте. Ну, сейчас капусту, по-моему, каждая хозяйка умеет целить. Не капусту. Нет? Ну, давайте расскажу, как приготовить просто капусту. Сколько нюансов-то много действительно есть. Значит, капусту лучше всего, как я говорю, в рыхлую, не твердую, вот, не южную капусту. А брать нашу. Нарезаете соломкой. Оранжи просто рубили сикать. Он такой... У меня бабушка, ведь, а деревянный, ему как-то рыться маленькая. И вот она сикачу. Сикачу, мы этим вот, такой специально она, такое, полумесяцем. И вот перерубала. Помните, да, кто-то? Вот. Таким образом. Или мелкой соломкой. Затем надо немножко сою перетереть. То есть один слой. Можно в бочонке, можно в любой посуде. Но я, когда училась-то еще, у меня отец повар. Ну, повар, он кок, проплавал 30 лет. Поэтому, да, у меня сильная поварская идет по династиям. Ну, племянники, братья у меня были. Все, все связаны с общественным питанием. Наверное, так по родству уже пошло. Вот. И папа вот учил меня, отец. И вот, значит, нарубили или нарезали. Складываем один ряд, посыпаем солью. И таким образом переминаем немножко до появления сока. И так слоями, да? Пересыпаем, вот все. Обычно берут на килограмм капусты 30-40 грамм уходит соль примерно. Так, 30-40 грамм. То, как любит. Не будет. И таким образом, вот, можно между слоями зонтики добавить укропа, да, если кто любит. Можно с морковью, слой с морковью. Можно без моркови. Раньше у меня отец любил с тмином. Тмин, да. Заполняют посуду, значит, вот такими слоями приготовленными. И затем ставят в тёплое место на 2-3 дня. Но надо обязательно деревянной палочкой обязательно протыкать. Чтобы, да, или оставляли эти палочки там вот, или, значит, протыкать для того, чтобы выходил углекислый газ. Вот таким образом. Затем, да, ещё не сказала, что сверху надо обязательно кружок деревянный и сверху гнёт. Но обычно гнёт, он такой был камень. Да, все камни. А спаренный уже это. И ещё слой можно было закрывать льняной тканью. Вот так делали всегда вот у меня. Те звеньяной тканью, кружок и сверху гнёт. И вот на 2-3 дня, всё время вот протыкая эту капусту. Затем, если бывает, тисневее. Да? Было, наверное, такое у каждого. То здесь надо всё снять и всё ошпарить, промыть, ошпарить и снова положить. Тогда ничего не будет. Плесневее в том, если вы температуру не соблюдаете, то есть надо выносить дальше на холод. Если высокая температура начинает плесневеть, но это ничего страшного. То есть можно убрать сверху плесни и вот промыть это всё и уложить. И таким вот образом можно отхватить капусту. Так, по капусте. Теперь ещё. Про выпечку. Ага, сразу про выпечку. Давайте по порядку. Может, ещё соберёмся какой-то раз, потому что там очень много рассказывать. До выпечки. А вот у вас очень интересно в книге написано про свадебные обряды и как сватали, и при каких там блюдах, и потом, и дальше вот здесь. Вот что интересное можете рассказать? Ну, сватовство, оно, конечно, в каждом районе своё. Я расскажу, например, такое, что вот те, кто жили на островах и далеко, около Белого моря, да, нужным было же женихов. А женихов в деревнях тогда не очень много было. Поэтому всех невест свозили, укладывали под лодки, лодки, да, сверху, лодку. Обычно вот такие, например, лодки, да, закрывали вот лодками, а женихи переворачивали и выбирали себе невесту. Вот такой был обычный. Да, смотрели и выбирали такой же, вот таким образом. Вот так и стали женихов. Да. Ну, а так, обычай, значит, это прежде всего первое их знакомство. Ну, приглядели, да, сваты шли. Саваты обязательно, ну, мужчина и женщина должны, не два мужчины, а мужчина и женщина обязательно, чтобы он был. И приходили, приходили обычно с пирогами, с этими пирогами, значит, вот, ну, как всегда говорят, у вас товар, у нас там пупец. И вот таким образом сидели. Ну, сидели так, могли посидеть так, что потом еле выползали эти сваты. А хозяева все принимали. Вот. Выставляли все на стол. Разные эти, еду разную. И тоже пироги готовились. Или вот таким образом. Затем гостей сажали в красный угол. Что такое красный угол? Там, где иконы, да. Там, где иконы, вот это считалось самое почетное место. И на это место вот сажали сватов. Вот, как бы, родители, невесты. И затем, после, если принимали, если все нормально, то дальше шли к жениху. После, ну, та же самая картина, значит, приходили к жениху. Потом уже полностью смотрели приданное. К невесте снова приходили. Какое приданное к невесте. И затем уже сватовство. Ну, а венчание обязательно было. То есть все венчались в те времена. Они просто так, а венчались. Вот таким образом были такие вот. Ну, там разные области по-разному. То с пряниками, то с пирогами, то с карабаем. То есть разные были варианты, но в основном вот таким образом. Вот, так, это вот по таким традициям. Ну, если говорить о Козулех, да, Козулех, то там надо много чего рассказать, поэтому это нас специально. Под Новый год? Да, так, Козулех, да. Ну, где-нибудь в ноябре лучше. Да, в ноябре, может быть, где-то по выпечке. Успели, нашли. Да. А вы расскажите про издание. Вот, я так понимаю, книга переиздана. Там новые иллюстрации, новые рецепты. Или просто, ну, новая жизнь. Да, по прежнему изданию. Да, здесь уже художники работали. Основа-то та же. Да, основа вся та же, только дополненная. 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 А чем? Любыми рецептами, историей, там разные, издания разные. Там где-то о Козулех много написано. Потому что формат книги такой же остался, да? Да, 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 формат такой. Ну, я хочу сказать, что вот эти все фотографии делали в Москве. То есть, приезжала из Москвы специальный фоторепортер. Она снимала. Я отрабатывала. Вот я это все готовила. А они снимали из Москвы. Миничжитова такая. Она потом почти мою книгу всю издала себе. Из тех, видимо, где она работала. И очень много рецептов взяла в свою книгу. Взял. Да. Писала. Да, да, вроде как она писала. Ага. Да, да, очень много. А так, эти вот рецепты, не рецепты, а иллюстрации. И здесь, у меня уже здесь наши северные делали художники. А здесь вот таким образом. Книга четвертое издание. Там очень много дополнено блюд из рыбы. Дальше. Там дополнена история козлы в четвертом издании. Там еще пара выпечки дополнена. То есть четвертое издание более толстое. Там уже за 500 блюд идут. То есть увеличенное количество блюд. И в Туре тоже добавили. А выходила-то она когда? Книга, два года назад. У нас она выходила. У нас только эти... У нас. В Архангельске, в Лоции? А, нет. Нет. Она выходила в Карелии. В Карелии. А продажи ездили? Нет уже. А почему? Все разбирают. Все разбирают. У меня уже запросов даже из Москвы. Пожалуйста, пришлите. У меня их нет. Во-первых, я только вот... Как бы мне платят за то, что я создала. А они уже сами. Издают, продают сами. Как-то несовременно, неправильно. Ну, книжки очень ценные, потому что всех нас волнует правильное здоровое питание. Вот хочется поговорить о грибах. Грибы – это такая пища очень вкусная, но она и очень коварная, да? Вот какие ваши советы? Кто болеет желудочно-кишечным трактом, к грибам надо относиться очень осторожно. Поскольку даже печень, желудок, печень, поджелудка, это страдает от грибов. Поэтому не каждый может переваривать. Там есть такие вещества, которые действуют на желудочно-кишечный тракт. Ну, они средние растения, его животные... Грибы, во-первых, очень много набирают вредных веществ. Там, где растут, например, где дороги, там и так далее, лучше не собирать, поскольку они впитывают в себя всю грязь, как говорится. Но грибы, они содержат питательные вещества белки, допустим, рыжики, они содержат жиры даже, минеральный состав богатый у грибов. И так, в принципе, можно употреблять и желудочно-кишечным трактом, но немножко. Немножко. Всё должно быть в меру. Значит, у нас, что характерно для севера с грибами, это то, что, во-первых, у нас по отдельности каждый гриб засадивали. Если средняя полоса и там юг, они всё вместе делают, несколько грибов там смешивают и так далее. У нас только один. Если это грузди, то это грузди. Рыжики, рыжики. Волнушки, волнушки, сыроежки и так далее. И это всё только в одном виде. Далее сухие грибы. Ну, естественно, у нас не все грибы у нас собирают. У нас северяне народ такой, что они только хорошие грибы. Никаких опят там и так далее. Единицы. Кто это? Когда я прихожу, говорят мне, что попробуйте опят. Я говорю, не, я так говорю, не ем. Я тоже не плачу. Да. Поэтому у нас определённый набор грибов. Определённый. Блюд из грибов очень много, естественно, готовят. Если старые рецепты брать, то это грибы по-деревенски. Ну, это, наверное, все делают. Значит, белые грибы или маховики, что угодно, трубчатые грибы. Их нарезают, обжаривают. Затем кладут картофель, нарезанный мультиками. И заливают сметаной. И под крышкой доводят до готовности. Это грибы по-деревенски. И это самое лучшее, самое, по-моему, вкусное. Если говорить о... Допустим, готовят грибы ещё... Ну, вот фирменные мои блюда в Соловецком подворье. Обычно иностранцы приходили, у них уже написана была бумажка. Значит, грибы по-деревенски или там ещё грибы по-домашнему были, да. Они с этим покатиком приходили и брали всё время одно блюдо, особенно финны. Вот они как-то так. Это готовили в горшочках. Чистые грибы, значит, обжаренные, складывались в горшочек. Туда добавлялся лук пассерованный. И сметаной заливали с чесноком немножко. И вот в горшочке, вот оно полу-жидкое, поскольку сметана не густой, полу-жидкое такое в горшочке. И вот таким образом подаётся. Значит, вот любили, говорю, иностранцы эти вот, это блюдо. Хотя, и хочу ещё сказать, вот в Соловецком подворье у меня там все фирменные блюда были. Не просто, у меня не было таких, как антрикоты, там, лангеты, там, и так далее. Все блюда были мои, разработанные фирменные. И поэтому люди специально приходили на определённые вот блюда. И блюда из, например, сёмги, блюда из сёмги. Раньше же у нас сёмга была, как её в лучшем случае, солили, да, или варили уху. Там, запекали в пирогах, могли бы, в пирогах, и всё. А я вот с моей лёгкой руки стали готовить разные блюда. Блюда мы готовили даже сёмга с клубникой, например, запекали, да, разные варианты тут были. Пошло с моей лёгкой руки. Сейчас вы, вот, где-то ходите, если в предприятии общественного питания, там, большинство моих блюда переделаны в название, но блюда все мои. Вот, все сёмги из нерыбных морепродуктов тоже. Вот, всё ввела. Я не хвастаюсь, вот, извините, просто вот не было, до меня не было нерыбных морепродуктов здесь не использовали. И только вот с моей лёгкой руки все стали знать. Даже специально приезжали и заказывали, допустим, лангусты, омары, там, мидии, устрицы и так далее. Мне заказывали, просили, мы привозили и готовили блюда. Причём книг тогда не было, это 90-й год, 91-92 год. Книг никаких не было, готовила, всё интуитивно отрабатывала. Потом, когда появились книги, посмотрела, ну, вот, как готовила, так и написано. Вот таким образом, да. Но я хочу сказать, что фирменов блюд, конечно, у меня много, но все рождались, и они почему-то так у меня в голове, как стихи люди пишут. Вот так у меня рождались блюда в голове.